Привет, YouTube! И я в своих видео постоянно виню Инстаграм, вот все эти инстаграмные бренды, нативную рекламу от блогеров. А тем временем, ничего не подозревая, листаю смешнявки в ТикТоке, листаю, вижу блогера, он мне что-то затер, иду дальше и спустя пару минут осознаю, что вообще-то мне сейчас влили в уши нативную рекламу. И это настолько быстро и незаметно произошло, что я даже понять и заснять ее не успела. Ну, чтобы показать вам. Ведь ролик длится всего 15 секунд и проигрывался 500 ТикТоков назад. И у меня появился вопрос, а что там за реклама крутится в этом вашем ТикТоке? Гуглю и выясняю, что компания ByteDance, которая принадлежит ТикТок, оценивается на секундочку 75 миллиардов долларов. Это самый дорогой стартап в мире. Компания, которая правит ТикТоком, обгнала даже Илона Маска с его компанией SpaceX. Ну что, как тебе такое, Илон? Вот так всегда. Пока ты угрожаешь всей планете отправить ракету на Марс, кто-то просто крутит видосики по типу Обычно мяукни, мяу. Секси мяукни, мяу. Ладно, ладно, извините, сложно не отличиться. Так вот, ТикТок это вам не какая-то шутка, мои хорошие. Это давно уже не площадка для маленьких детей. Туда бренды вливают миллионы на рекламу, а блогеры зарабатывают сотни тысяч. Творцы контента из ТикТока вообще-то значатся в списках Forbes. А в апреле этого года ТикТок стал самым скачиваемым предложением в мире. 2 миллиарда скачиваний за все время существования. Ну-ка, давайте признавайтесь, это вы наскачивали 2 миллиарда раз. Площадка насчитывает 800 миллионов активных пользователей в мире. На это у ТикТока ушел примерно год. Инстаграм добывал такое количество аудитории почти 9 лет. Видео в ТикТоке могут набирать миллионы просмотров и лайков. Например, вот этот 9-секундный ролик стал самым просматриваемым в России за 2019 год. Он набрал 83 миллиона просмотров и 6,5 миллионов лайков. Инстаграму такие показатели и не снились. Короче говоря, в ТикТоке зарабатывают, в ТикТоке делают рекламу, туда идут звезды, музыканты, бренды, блогеры с инфопродуктами и, конечно же, мошенники. И это все множится и ширится с каждым днем, и я уверена, что скоро ТикТок своей рекламой и блогерами переплюнет Инстаграм. И мы зря его недооцениваем. ТикТок это очень обширная тема, и я обязательно к нему еще вернусь с точки зрения в целом контента. Но сегодня я хочу рассказать вам, кто, сколько и как зарабатывает в ТикТок. Какую рекламу блогеры делают и почему мы порой ее даже не замечаем. И для этого видео я взяла комментарии у нескольких ТикТок-блогеров, у агентства, которые занимаются продажей рекламы в ТикТок, и собрала интересные факты и цифры. Давайте вместе по-новому заглянем на ТикТок. Ставьте лайк за интересный обзор, делитесь этим видео с друзьями, ну а мы не будем затягивать и поехали. И, наверное, самый популярный вопрос, который возникает у многих, сколько же зарабатывают ТикТокеры? И об этом все масштабно задумались, когда второй год подряд в списке Forbes появились имена крупных ТикТокеров. И оказались эти ребята в рейтинге перспективных россиян моложе 30 лет. Как говорится, от чего добился ты в свои 25? Только съехал от мамы. А вот ТикТокер Алексей Савко по оценкам Forbes на 2019 год зарабатывает до 2 миллионов рублей в месяц. В этом году в списке оказались близнецы Верзаковы. В интервью Forbes они озвучили сумму заработков в полтора миллиона рублей за неполный год. По классической схеме любой социальной сети, те, кто уже получил свои миллионы подписчиков, хорошо зарабатывают. Исключением не стала и Дина Саева, самый популярный блогер в русскоязычном ТикТоке на данный момент. В середине мая она преодолела порог в 10 миллионов подписчиков, а ее ролики редко набирают меньше 2 миллионов просмотров каждый. Forbes оценивает ее доход более чем в 800 тысяч рублей в месяц. Но судить о заработке всех ТикТокеров по отдельным успешным лицам, ну, наверное, не совсем правильно. Давайте разбираться, кто ТикТокеру платит деньги. Может быть, сам ТикТок? Увы, нет. В эти огромные суммы входят контракты с брендами, реклама других блогеров, треков, продажа собственных инфопродуктов и многое другое. Ведь ТикТок, к сожалению, это еще один жлоб от мира видеосервисов. Он не платит своим блогерам, не монетизирует их контент. Точно так же делает и Инстаграм. Типа, снимайте для нас бесплатно, крутите как хотите. Но, как оказалось, на ТикТоке были золотые времена с подобием монетизации, когда сама площадка платила пользователям за их видео. Под такую щедрую раздачу попала блогер Диана, чем поделилась с нами. Я блогер, который рассказывает о своей жизни и о жизни с мини-пигом. В ТикТоке я оказалась совершенно случайно. Первые два видео, они действительно залетели в рекомендации на 300 тысяч просмотров, как она чешет попу. И второе, как она моется на миллион, сразу ТикТок со мной связался. Они написали мне в WhatsApp, добавили меня в чат с хэштегами, добавили в чат с животными. Куратор прислал мне договор, который нужно заполнить для того, чтобы стать участником поддержки талантов. Или, по-моему, типа согревающий бонус, это называется по-другому. Сколько у меня получалось заработать? У меня аккаунт до миллиона подписчиков, поэтому фиксированная стоимость это 150 долларов. Если я в месяц выкладываю 5 видео, которые набирают больше 100 тысяч просмотров, это мне выплачивается. Плюс, если видосы набирают больше миллиона, то еще по 10 долларов за миллион просмотров. И так у меня получалось в месяц от 170 до 230 долларов. Этих бонусов больше нету. Эта программа закончилась, она действовала только до января 2020. Больше я никак не зарабатываю с ТикТока. По крайней мере, напрямую я использую ТикТок только для перегона трафика на площадку Instagram. Там уже продаю свои продукты и делаю рекламу, которую смотрят подписчики из ТикТока. ТикТок расщебрился, но сразу же прикрыл лавочку. Спасибо за барские 100 долларов, как говорится. Приходится перегонять всех в Instagram, где можно хоть как-то делать продажи. Поэтому все снимают видео по типу «продолжение истории в моем Instagram, подписывайтесь на Instagram, ссылка в профиле». Но не все же блогеры надеются на Instagram. Кто-то успешно зарабатывает и в ТикТок. И тут снова я задаюсь вопросом. Сколько же получает ТикТокер миллионник и сколько тратит на продвижение аккаунта? В ТикТоке, несмотря на каждодневный рост конкуренции, а именно наплыв блогеров-старичков со стажем с других площадок, есть еще шанс взлететь бесплатно благодаря алгоритмам ТикТоком. Так удалось раскрутиться, например, блогеру Насте, которая взяла оригинальным внешним видом и подачей. Привет, меня зовут Настя, я ТикТокер. Краткая тема моего аккаунта – это, наверное, самовыражение, потому что я показываю, можно выглядеть так, как хочешь ты. И к миллиону я пришла достаточно быстро и для себя неожиданно. Я просто понравилась людям. Можно развиться без вложений. В ТикТок я вложила 0 рублей. Но я очень много контактировала с популярными блогерами, либо просто с другими блогерами и тому подобное, которые тоже помогали в развитии канала. На данный момент в ТикТоке можно зарабатывать столько, чтобы жить самому, спокойно и не работать. Если кому-то будет хватать, точную сумму я не буду говорить. Но мне хватает, но можно зарабатывать и больше, что я, надеюсь, и буду делать. Вот так заработка с ТикТок хватает на жизнь. В отличие от Инстаграма, где чуть ли не из каждой сториз от блогеров-миллионников, на вас льется успешный успех и открытое рассуждение о заработанных суммах. И это лишь часть книг, которые я читала или слушала за последнее время. Именно эти книги вдохновили меня на мои видео. Ведь в основном я читаю на темы, о которых снимаю. Ну, чтобы узнать что-то новое и поделиться с вами. Так, в моей подборке в MyBook есть целая серия книг о сне, о токсичных отношениях и интересные факты о науке, о медицине, а также немного классики. И кто не знал, MyBook это крупнейший книжный сервис по подписке, в котором можно слушать или читать целую гору книг. Здесь огромный выбор литературы всех жанров. Наука, психология, приключения, ужасы для детей и многое другое. Чтобы вы понимали масштаб, в приложении около 300 тысяч книг. Кстати, многие из тех книг, которые теперь в моей подборке, я нашла в рекомендациях от самого приложения. В разделе «Что выбрать» всегда появляется что-то новенькое. Но главная фишка MyBook в том, что я с книгой в любой момент. Так, когда я занимаюсь спортом, домашними делами, еду на машине, гуляю, всячески двигаюсь, то я слушаю аудиокниги. Ну, а на ночь я люблю почитать сама. И в MyBook одним кликом можно переключиться с аудиоверсии книги на текст и обратно и продолжить чтение. Приложение автоматически запоминает место, на котором вы остановились. Поэтому всегда можно делать паузы или, как я, скакать от одной книги к другой. А еще можно поставить ускорение на воспроизведение. Открой секрет, я часто слушаю книги на скорости полтора или даже два. MyBook подойдет тем, кто любит постоянно получать информацию. Читать что-то новенькое ценит удобство, когда все твои любимые книги в аудио и текстовом виде доступны в любом месте и в любой момент. Здесь также много рекомендаций от авторов, звезд и медиа. А из последних новшеств это сериальные чтения. Где вы следите за произведением, как за сериалом, получая каждую неделю доступ к новой главе. Только на MyBook, сразу в электронном и аудио формате. Скачивайте MyBook прямо сейчас, активируйте премиум подписку, пока действует акция. Для новых пользователей 14 дней бесплатно и плюс 25% скидки по промокоду CONOSOVA всем читателям. А еще по ссылке в описании вы можете посмотреть мою личную подборку книг, которые мне понравились и которые я советую почитать. Буду ждать от вас отзывов. Переходите по ссылочке и проводите время с пользой. В ТикТоке блогеры не так активно говорят о своих доходах и демонстрируют красивую жизнь. Поэтому это пытаются сделать за них. Сети и сервисы, которые анализируют статистику блогеров и основываясь на их данных, выдают примерную стоимость одного поста. Возьмем, к примеру, блогера почти с двумя миллионами подписчиков. Если верить сервисам, то блогер почти с двумя миллионами подписчиков в ТикТок может брать за пост от 78 до 130 тысяч рублей. В прошлом году британское издание Телеграф приводило данные о том, что блогер с аудиторией в 2,5 миллиона может продавать рекламный пост за сумму от 600 до 1000 долларов. Но так ли это в российских реалиях? Для начала сравним стоимость рекламы в Инстаграм. Возьмем блогера с таким же числом подписчиков. И проверим стоимость через специальные сервисы по подбору блогеров для рекламы. Ценник стартует от 46 тысяч рублей. И это, внимание, при охвате в два раза больше, чем у блогеров в ТикТок. После такого примера совсем неудивительно, что сервис показывает сильно завышенные цифры. В других соцсетях существуют биржи ТикТокер, на которых они также выкладывают предложения по рекламе с расценками. И девушка из ТикТок с 2 миллионами подписчиков берет за свои услуги копейки по сравнению с тем, что показал сервис. Всего от 2 до 12 тысяч рублей в зависимости от формата рекламы. Реклама трека 12 тысяч, дуэт 6 тысяч рублей. Такая разница в цене возможна из-за того, что в других странах реклама стоит дороже. А этот сервис скопирован с иностранного ресурса. К примеру, мне как ТикТокеру с 16 тысячами подписчиков он предлагает продавать рекламу по цене от 1000 до 1600 рублей. Ну, на мороженку и маечку с Алика хватит. Но в реальности же аккаунты с таким же числом подписчиков, как у меня, берут за пост от 150 до 300 рублей. Кажется, я не скоро буду в списке Форбса. Получается, реальность не такая уж и классная. Дорогой рекламу в российском ТикТоке не назовешь. Но почему так? Ответ дал один из ТикТокеров. Привет! Тема моего аккаунта — это юмор. Я снимаю смешные жизненные ситуации про отношения, про друзей, про родителей. В ТикТоке миллионную аудиторию я набрал где-то за месяц в 5. Все потому, что у меня до этого уже была аудитория в Инстаграме. Я там начинал себя развивать в блогерской сфере. Да, мне кажется, все-таки выступает, потому что в Ютубе есть монетизация, а в Инстаграме больше рекламодателей, больше запросов на рекламу. Поэтому, да, ТикТок выступает. Если твои видео собирают большое количество просмотров, то рекламодатели будут замечать тебя и будут обращаться к тебе. Если конкретно блогерский заработок, то это в основном реклама каких-то приложений, реклама одежды, реклама магазинов, реклама музыки или звуков каких-то необычных. Вот, в основном такие заказы. И действительно, рекламодатели больше доверяют Ютуб и Инстаграм. Площадки существуют давно, проверены временем, поэтому в ТикТок реклама меньше и она дешевле. Но это пока, ведь туда уже двинули рекламное агентство. Да, блогеры в ТикТок находят рекламу по-разному. Кто-то сам ведет переговоры через личный аккаунт, кто-то размещается на биржах, ну а некоторые работают с агентством. Ведь если речь идет о реальных рекламодателях, о больших брендах, то так надежнее и в плане оплаты, и в плане поиска рекламы. А еще небольшая поправочка. В ТикТоке есть легкая монополия на рекламу. Как я уже и говорила, ТикТоком владеет китайская компания, а практика показывает, что китайские компании самые жадные в природе компании. Когда-то российское отделение ТикТока не интересовало китайскую сторону. Оно считалось абсолютно неприбыльным. Но потом потихоньку стали появляться агентства в работе с блогерами и брендами. Их деятельность, как и прибыль, никто не контролировал. Когда подобных компаний набралось уже шесть, Китай понял, что русские гребут бабки мимо кассы. Так, запуск хэштег-челленджа для бренда может обойтись в 100 тысяч долларов. Или 7 с лишним миллионов рублей. Кому понравится терять такие деньги? Вот и китайцам не понравилось. Поэтому они били жесткую цензуру. В сентябре 2019 года было открыто российское отделение приложения, а агентство обязали платить ТикТоку определенный процент и согласовывать все проекты, ибо нефиг. И нам удалось связаться с одним из таких агентств, чтобы узнать, как происходит сотрудничество и о каких суммах идет речь. Приветствую, меня зовут Дима, я один из учредителей агентства по работе с блогерами «Старток». Официальный партнер ТикТок, у нас подписан договор с китайской стороной. Агентство по ТикТоку может работать без аккредитации главного офиса, но если к ним обратится заказчик, которому будет необходимо интегрировать хэштег-челлендж или другой вид рекламы, который встроен в сам ТикТок, то тогда им будет необходимо обратиться в офис для подписания договора с китайской стороной, чтобы предоставлять услуги заказчику. Если говорить о бюджетах для размещения бренда, то прежде всего есть крупные бренды, которые выкупают хэштег-челленджи, там суммы идут от нескольких миллионов рублей. Итак, любая попытка рекламной самодеятельности пресекается, не спасая даже известное имя бренда. Например, в конце прошлого года меньше суток в российском ТикТоке просуществовал новогодний праздничный хэштег «Кока-кола». Поскольку маркетологи бренда не были в курсе о нововведениях, модераторы приложения удалили не только хэштег, но и все отснятые за это время видео. В случае отсутствия миллионных бюджетов, компании все равно могут рекламировать свой товар в ТикТоке. Но все внезапно упирается в нативную рекламу. Также возможны интеграции небольших брендов, то есть покупается определенный пул блогеров и создается определенный формат рекламы, который подходит тому или иному бренду. Бренды преимущественно размещаются в нативном формате, что позволяет ТикТоку не резать его охваты, потому что часто все сталкиваются с тем, что при размещении рекламы брендов, так как ролики отсматриваются модераторами в ТикТок, то режутся просмотры и охваты. Если обычное видео у блогера может собрать 100 тысяч просмотров, то прямая реклама не наберет и 10 тысяч. Поэтому продвигать товары и услуги в лоб с призывом «Ребятки, записываемся на ноготочки» или «Покупайте скраб и щетку для пятой точки» увы, не получится. То есть ТикТок, по сути, препятствует развитию прямой открытой рекламы, а мы жалуемся на Инстаграм. Там хотя бы блогеры решают, нативно или нет. А тут сам ТикТок намекает, что не надо нам контент портить своей честностью. И самое интересное, что ТикТок аудитория более лояльная и никто не жалуется. Во-первых, все еще не распробовали и не поняли, что такое реклама в ТикТоке. Во-вторых, ее не так уж и много. И в-третьих, она адски нативная и вылетает, и пропадает в ленте так быстро, что мы даже не успеваем ее переварить. Все это говорит о том, что ТикТок – идеальное место, чтобы подсунуть все, что угодно. Поймать даже не успеешь. Какие перспективы. Представляете, что нас ждет в скором будущем? Но нельзя не упомянуть, что основным источником дохода для блогеров помимо рекламы брендов является реклама треков. На этом живет весь ТикТок и продвигаются многие исполнители. У меня у самого весь плейлист из треков и с ТикТока. Метод работает безотказно. Реклама размещения трека построена таким образом, что под определенный трек подбираются подходящие блогеры, которые размещают у себя видео с треком, который они обыгрывают либо в танцах, либо в скетчах, либо в своем нативном формате. Чтобы фолловеры также снимали видео под этот трек, самым увеличивая количество клипов. И если трек действительно понравился подписчикам и аудитории в целом, то люди будут снимать, снимать, снимать клипы, искать эту песню, она будет подниматься в топах, в ротации. И это отлично поможет пушить трек на других площадках. Поэтому Крит, Клава Кока, Бузова, Гагарина и все остальные весело и задорно развлекаются в ТикТоке, чтобы не только повышать свою популярность, но и продвигать треки. Но не только на музыке и брендах можно заработать в ТикТоке. Есть много примеров, как можно делать деньги на этой площадке. Например, прямые эфиры. Они доступны каждому пользователю, который набрал тысячу подписчиков. На эфире можно предлагать свои товары и услуги или надеяться на донаты. В ТикТоке можно покупать монеты, которые потом можно подарить блогеру на эфире. Он может забрать 80% с каждого доната. Самый известный пример подобного заработка – это китаец Мэн Лэй, который устраивает стримы мобильных игр. На одном из эфиров число зрителей превысило 22 миллиона человек. А общая сумма пожертвований ТикТокеру составила 167 тысяч долларов или 12 миллионов рублей. Чувствуете, да, что вы не тем занимаетесь по жизни? Следующий вариант – это партнерские программы. И здесь все просто. Вы регистрируетесь на каком-то сайте, который платит процент от продаж, развиваете свой аккаунт, рекламируете сервис и получаете процент от продаж за каждую покупку по вашей ссылке. Также сейчас в ТикТоке активно заходят люди, предлагающие свои услуги. Это может быть репетиторство, косметология, психология и другие сферы. Можно набрать аудиторию и делать из нее своих клиентов. Ну а можно ввести людей в Инстаграм, на Ютуб или в Телеграм, увеличивая число подписчиков там. И не забываем про перепродажу коллег. ТикТокеры могут рекламировать друг друга, делать дуэты, отметки, рекламировать чужой Инстаграм и так далее, далее, далее. Прокрутка денег внутри ТикТока. Этим болеет и Инстаграм. Когда нечего рекламировать, рекламируем друг друга. Кроме всего этого, ТикТок не был бы классическим примером соцсети, если бы там не пытались продавать свои инфопродукты. И это неудивительно. Значит, есть спрос. Если вы хоть раз искали в сети какую-либо информацию по ТикТоку, то в Инстаграме на вас сразу же настраивают рекламу всевозможных книг, чек-листов, курсов и бесплатных вебинаров. С последующим прогревом для покупки платных марафонов. Это бесконечные гайды по ТикТоку для начинающих. Начинать не успеваешь с таким обилием обучающих марафонов. Ценник же у них самый различный. Например, от 290 рублей за гайды, от 490 рублей за книги и до 15 тысячи выше за курсы. И, как это всегда бывает, не все инфопродукты одинаково хороши. Кто-то просто продает воздух, собирая в курс информацию с бесплатных ресурсов, а кто-то обманывает на деньги. Примером сомнительных услуг на ТикТоке стал сайт Elite InfoBiz. Одно время выпускал материалы о разоблачении мошеннических схем заработка. Но потом, видимо, создатели ресурса поняли, что зарабатывать на обмане можно гораздо больше и явили миру свой курс ТикТокеру. Цены далеко не самые дешевые среди предложений по продвижению аккаунта на площадке. Минимальный тариф стоит 940 рублей. Тариф под ключ с личным помощником и готовым проектом 14 340 рублей. По сравнению с тем, что авторы обещают до 100 долларов в день при 20 минутах работы, это кажется небольшой суммой. Но получится ли заработать? Судя по тому, какие отзывы есть в интернете об этом курсе, это маловероятно. Но чем же он так плох? И что же предлагается за эти деньги? Вот, например, целый урок отводится регистрации в ТикТок. Безусловно, очень важный пункт. Мы же сами не разберемся, как скачать приложение и придумать логин с паролем. Дальше вам расскажут про контент. И здесь начинается самое интересное. Вам предлагают скачивать ролики известных в ТикТоке блогеров и размещать их на своем аккаунте. Якобы это обеспечит вам просмотр и прирост подписчиков. Конечно же, никто вам не скажет, что заворованный контент ваш аккаунт заблокирует. Но если вдруг каким-то чудом ваш аккаунт ускользнул от взора модератора, вам предлагают перейти на следующий уровень нелепости и разместить у себя реферальную ссылку. Или разместить ее в аккаунте в Инстаграм и усиленно загонять подписчиков туда, обещая им огромный заработок. Заработок заключается в привлечении рефералов на сайт брокера United Traders. За каждого привлеченного человека вам обещают платить до 50% прибыли, которую компания получает от привлеченных вами людей. На всякий случай стоит сказать, что сделки на бирже в принципе очень рисковая попытка заработать деньги, если вы не обладаете нужными знаниями. Но даже если вы прочитали десятки книг про инвестиции и посмотрели все сезоны сериалов про Уолл-Стрит, увы, это не поможет. United Traders это мошенники. На сайте, где публикуют рейтинги брокеров, работать с ними не советуют. Также легко находятся отзывы и простых людей, потерявших деньги после взаимодействия с этим брокером. Что в итоге? При такой попытке заработать в ТикТоке люди, которые вам доверятся, потеряют деньги. А вы свою репутацию. Не лучший старт на площадке, браться за который явно не стоит. Второй сомнительный способ заработка это получение денег за подписки и лайки на других аккаунтах. Сервисы подобного плана давно действовали в других социальных сетях и наконец-то добрались и до ТикТока. В качестве заработка предлагают щедрые 99 копеек за одну подписку или лайк. Но никто вам не скажет, что вы проведете долгие часы за монотонной работой, а заработаете при этом копейки, не компенсирующие потраченное время. А еще вы можете лишиться своего аккаунта за спам, потому что ТикТок начинает выносить предупреждения за то, что вы слишком часто оставляете лайки. Впрочем, без своего аккаунта может остаться и тот, кто заказал себе накрутку. Несмотря на то, что подобные сервисы уверяют пользователей в том, что ТикТок не банит за подобные действия, эти слова являются ложью. ТикТок не стал исключением в мире соцсетей и не приветствует фальшивые цифры. Как мне ответили в пресс-службе российского отделения ТикТок, правила площадки запрещают накрутки, а сама платформа борется с подобной искусственной популярностью профиля. Что подтверждает истину о том, что в соцсетях куда важнее охвата и живая активность, чем мертвые подписчики. Итак, друзья, что мы имеем? Зарабатывать в ТикТок можно. Но это не самые легкие деньги. ТикТок схож в этом плане с Инстаграм. От площадки ты денег не получишь, все твои заработки непостоянны и формируются на стороне. Да еще и китайцы с агентствами хотят кусок блогерских денег. Единственная разница с Инстаграмом, что ТикТок дает больший шанс продвинуться без вложений. В Инстаграм этого шанса вообще нет. Но хотя бы и сам Инстаграм не требует процент за рекламу. Можно ли зарабатывать в ТикТок миллионы? Можно. Везде можно. Вопрос, каким путем? Реклама в ТикТок растет. И в количестве, и в ценнике. И мой прогноз нерадужный. Готовьтесь к тонне нативки сомнительной херни. Вряд ли в ТикТоке будут только хорошие проверенные бренды. Туда обязательно придет свой фем-фаталити, сделанный на коленке. Осталось только дождаться. И после всего сказанного, очевидно, что считать ТикТок социальной сетью для малолетних пользователей в 2020 году уже нельзя. ТикТок не стоит недооценивать. К тому же, так когда-то говорили про многие известные приложения. Поколение школьников выросло ВКонтакте, и им успешно продают различные услуги. Когда-то Инстаграм считался соцсетью, годной лишь для фотоеды. А теперь это одна из крупнейших площадок по продаже товаров. Вырастет и аудитория ТикТока. А с ними вырастет и лояльное к брендам сообщество, которое начнет покупать. А те, кто уже зарабатывают на этой площадке, лишь приумножить свой капитал. Спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро в новых выпусках. Пока-пока.